Первое, отрицательный накол. Да, да, да. Это играет все. Вот так вот откроешься ногами. То, что говорили, да. Потом, дальше. Вот это вот. Шаг в этом месте. Да? Левая рука. Да, Дмитров. Да. Лишнее движение. Дальше плечи уже вот тут начинают поворачиваться рано. Вот тут Дмитров держит плечи. Да, вот на опускании. Ты уже плечами кручишься вокруг себя. Здесь уже плечо подлеваешь, поехал туда. И запопрямо снять полуогидно. Ну и остальное все. Ракетка не разворачивается. Смотри, у Дмитрова ракетка развернулась. Видишь, как плоскость на нас. Да, 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 вижу. У тебя ракетка прямо тащишь туда. Не раз... Он будет просто там мучиться, на кости проигрываться. Он будет свою волю развивать там. Но ему будет тяжело. Так вот, к чему вся эта речь? Что вот это движение, которое мы вам показываем, Надаля, Федерера, человек должен почувствовать на сам, У него должна быть такая внутренняя правда, Что это надо. Как к этому прийти? Например, как прихожу я, например. Вот люди приходят ко мне тренироваться. Сначала им просто рассказывать мало. Ему, как в Лесгороде сначала учили, Сначала надо наглядно показать, Как работают они. Хорошо, он посмотрел. Вот и сейчас планшеты есть, пожалуйста, набрали, Закончались этих Федереров. Как работают они? Посмотрел. Хорошо. Парню 10 лет. Они реально соображают эти люди. В 10 лет им можно через сознание идти. Второй момент. Мы сделаем модель такую, Что она покажет вначале неправильную технику. Вот, допустим, условно, Она придет и сыграет какой-то неправильной техникой. И потом мы за несколько минут, За полчаса, за 40 минут Сделаем упражнение. Как мы каждый этап решаем, Как мы переводим из одного движения В другое, в третье, в третье И потом уже приходим Приходим вот к этому. Конечно, у нее нет такого безумного движения локтя, Как у Федерера, Но у нее есть движение локтя. В принципе, Можешь показать пример. Я покажу. Не надо, не показывай. Знаете, вот опускание. Плечи остаются ориентированы. Давление ног происходит в момент выноса Ракетки соперника. Дальше мячик на ракетке. Потом, второй момент. Учите детей делать разножку с одной ноги. Потому что фактически Разножка всегда выполняется с одной ноги. Не с двух. А вы куда-то бежите И делаете разножку с одной И приземляетесь часто тоже на одну. Иногда на две. Там как получится. Дальше. Разножка делается на... С одной ноги. В момент удара соперника Заставляет человека висеть в воздухе. В тот момент, когда Вот Бердых висит, Тот бьет. Не помню, это итальяшка, да? Как его фамилия-то? Забыл. Итальянец. Забыл фамилию. А? Солилигная. Не-не-нет. Другой. Вот. Вот в этот момент Принимается решение человека. Бердых. Куда он пойдет? Вот этот момент он думает. Или интуитивно, или так. Но он принимает решение, куда он пойдет. Вот куда сейчас, куда бы вы пошли, например. Он не знает, куда линия будет, Кросс. В принципе, кто его там? Может, мяч сорвется. Все-таки в него мяч полетел, да? Вот в этот момент Дальше из разножки, Прямо из разножки происходит поворот. Это не когда вы прыгнули на две ноги, А потом думаете, куда побежать. Поворот происходит прямо из разножки. Реально поворот происходит на приземлении уже. То есть вы должны придумать, куда бежать. Бежать уже, когда приземляете. Редактор субтитров А.Семкин